И мы проведем здесь следующие 7 дней, а это улетает наш единственный бой отсюда, теперь мы застряли здесь на 7 дней. Зачем мы это делаем? Ради контента. Этот некогда живописный город покинули после бомбардировки и войны, а значит мы и наши операторы единственные здесь люди. Ну, мы так считаем. Полагаю, мы начнем со спуска с крыши. Мы знали, что сперва нужно исследовать город и найти безопасное место, которое будет нашим домом в следующие 7 дней. А для этого нужно осмотреть здание. Ладно, посмотрим, что в нижней части этого здания. Полагаю, что... Бля, в чем смысл заброшенный город? Они же взяли по-любому с собой еду, всю эту хуйню. В чем смысл самого ролика? Я не могу понять. Предлагаю посмотреть, потом похуй сосить. Под этим деревом пол. Лишь один способ узнать. Хорошо, это безумие. Я словно нахожусь в зомби-апокалипсисе. Это дико. О, глядь, и на это. Побродив еще немного, мы нашли участок, который подходил для убежища. О, боже. Думаю, именно здесь нужно разбить лагерь. Отсюда виден весь город. К тому же у нас есть крыша, защищающая от дождя. Вот этот чел филетовый штатичка. И когда мы определились с лагерем, нужно было открыть ящик с припасами, который вертолет оставил на крыше. Откроем ящик и разобьем лагерь. Нам нужно снаряжение. О, в этом ящике находится все необходимое для выживания в ближайшие семь дней. Охуяно. А чтобы не таскать вещи по лестнице, мы просто сбросим... Клим, эту Крис улюблен. Криса нет. Чендер! У нас идеальная сборочная линия. Крис, дождь. Блядь, это Крис улюбовый аппиздец, конечно. А как они вот это писали? Как они так писали? Они вот тут... О! Сосабот. Сосабот. Они вот тут становились и вот так писали, что вообще неудобно. ...спальных мешков. О! Чендлер! Вот наши обеденные тарелки! Чендлер, не дай упасть! Чендлер! Да! Это было самое крутое, что мы делали! Ну, шутки шутками, но пора бы начинать выживать! Кто разводит костер? Мы разведем. Мы на кроватях. Крис начал разводить костер с Марком. Я люблю класть дрова колодцем, когда развожу костер. Бля, Крис Вайба дает уже. Пока мы с Чендлером ищем, на чем бы нам поспать. Что, вот такими были матрасы сто лет назад? Погоди, ты нашел матрас? Да. Где? На втором этаже, в углу. Типичный ты. Спасибо. Нужно завернуть эту штуку в презент, чтобы... Бля, ну не выглядит нам сексально. Я заверну этот матрас, как бурита. И пока Чендлер рисковал в подозрительном матрасе... Макс, давай такой сербис сделаем. Весна пришла, и в честь этого на Epic Drop уже вышла новая операция Jungle Blade. И специально для тебя, по ссылке в описании, ее цена не 600 рублей, а 0. Просто бесплатно. Выполняй квесты и получай призы. Уже на 15-м квесте каждый из вас получит тайное АВП. На 30-м и 45-м халявные перчатки. А за прохождение всей операции, бесплатный гарантированный нож. Не упусти эту возможность. Ну и успей поиграть в новую халявную мини-игру. Prefire Battle с реальными соперниками и призами. Играть можно бесплатно раз в час. И фармить победы. Ссылку и промокод на 15% к пополнению я оставил снизу в описании. Уже сейчас можешь поставить видео на паузу и забрать халяву. Что заставило нас задуматься, действительно ли мы одни в городе? Бля, да там со съемочной группой их человек 100 нахуй. Что это было? Мы услышали, как там разбилось стекло. Мне показалось, я что-то видел. Но помимо жутких звуков, в этом убежище было слишком ветрено, чтобы спать. Как спалось, ребята? Плохо. Стремясь хорошо поспать, мы встали, позавтракали и начали искать новое убежище. Это первый раз, когда ем чили на завтрак, но голод такой сильный, так что мне все равно. Но после плата, когда еще я так радовался консервированным перцем? Мой мозг пытается забыть об этом. Спасибо. После плотного завтрака мы запустили дрон и стали искать новое убежище в неизведанных зданиях. Мы не исследовали это здание, мы не исследовали эти отели. Здесь целый город. Однако, исследуя здание, мы наткнулись на неожиданного гостя. Там кошка. Там где-то кошка. Я хочу посадить дрон прямо перед кошкой. Да, охуенно. Вот это кадр. Крис, Крис, смотри, обмахивает камеру. У нее нет инстинкта выживания. Отвечаю, мы не платим кошке за съемки. Как бы ни было весело играть с кошками, но нам нужно найти убежище, ведь сегодня ночью будет холодно. И вот мы отправились на поиски подходящего убежища. Чтобы я усы избрил, нахуй. Стоп, что это? Очень красиво. В этом есть некая эстетика. Это прекрасно, даже если уродливо. Эстетика зомби-апокалипсиса. Да, вот так. Стоп, это что-то 7? Блин. Бля, я что-то хочу реально вот эту тему пережить зомби. Как ее можно сделать? Что за черт? Это так жутко? Когда-то это выглядело примерно так. И в результате десятилетий гниения мы получили вот что. Погодите, здесь футбольное поле? Это спортивный корт. Это футбольный мяч? О! Я чуть не умер. Могу поспорить, что этот мяч старше меня. Да наверняка старше всех нас. Кроме Марка, он старый. Это рядом, это рядом где-то со мной. Можешь рублей 800 одолжить мне на телке, доехать надо. Какая-то Хорватия. Хорватия, да, чат? Это рядом со мной флаг. Мистер Бист тут недавно был? Ебать умом! Ты же можешь полететь в Хорватии и запустить Эрлстрим оттуда. С чипсом приоставьте его там, ПЖ. Хожу по местам, где дышал мистер Бист. Это разъеб, реально. Что мне в донат скинуть? Короче, мы едем сейчас в Хорватию. Приходим все вот туда, в этот дом, все кучей. Чипса просим что-то сделать и быстро съебаемся. И оставляем только камеры. И чипсом один. Теперь у нас два варианта. Мы можем и дальше идти по этому классному туннелю и исследовать окрестности. Или, учитывая, что до заката всего час, подготовиться к ночи, чтобы не мерзнуть во сне. Не мерзнуть. Звучит как хорошая идея. Согласен. И после целого дня в поисках нового пристанища, я до сих пор в шоке от размеров города. Мы нашли достаточно надежное место, чтобы назвать его домом. Чтобы не замерзнуть ночью, мы думаем разбить лагерь вот в этой комнате. Здесь будет кострище. Мы можем накрыть стену брезентом. Будет уютно. Да, Марк все это сделает. Я сказал мы. Единственное, что сложно, подойди. Наш текущий лагерь и все снаряжение вон там. Надеюсь, это место подойдет, ведь для обустройства нужно приложить немало усилий. Солнце садилось, а температура стремительно падала. Бля. Какой красивый монтаж, да? Вот эти вот штуки пиздец. Да, графика, да. Вроде не выглядит каким-то ебанутым, да? Ну типа по-любому это не сложно, но это очень круто сделано. Мы вернулись к старому лагерю и собрали вещи, чтобы обосноваться на новом своем. Пролетка, да, все такое красивое. Мы идем в новый лагерь. Новый лагерь. Новый лагерь. Новый лагерь. Окей, нам нужно прибраться, чтобы подготовиться к ночи. Бля, очень красиво снято. Кажется, это ужасное место, но неважно. Найдя более защищенную от непогоды базу, в следующие пару часов, пока не село солнце, мы таскали туда столько вещей, сколько смогли. Бля, там курорт какой-то, блядь. Поскольку быстро стемнело, мы не успели перенести в новый лагерь все вещи. Так что, кроме сумки с водой, банок чили и пары старых матрасов, у нас не было ничего. Что все думают о нашем новом месте? Мне нравится, что здесь нет ветра. Здесь гораздо теплее. Чендлер? Откуда iPad? Что? Это был уже третий день испытания семи, и поднявшись утром, мы продолжили исследование. Сейчас здесь легко пройшове. Вообще пиздец, пиздец. Это только три ступени целые. Хм, красивый пляж. Слишком легко как-то все. Потому что это пляж. Но вскоре произошло нечто странное. Кажется, я кого-то вижу. Что? Вы что, не видите ту отражающую штуку под лестницей? О, вижу. Джимми, помнишь, как мы чуть не умерли в первую ночь от броска бутылки? Интересно, не оттуда ли она взялась? Именно в этот момент мы поняли, что на самом деле не одни в этом заброшенном городе. Конечно, не одни. Кто-то сдает. И как только наш оператор заметил на дроне загадочного человека, мы сделали то, что сделал бы каждый. Сходим, проверим. Расследование! Классную зданию. Почему этот особняк не рядом с огромным отелем? Ребят, слышь, люркера нашли. Че убьют. Четилетие назад отель был первоклассным курортом, но годы войны превратили некогда живописное место в руины. Купари. Заглянем внутрь! Во что мы только ввязались? Не думайте, мы не ждали, пока оператор войдет в комнату перед нами. Ну да ладно. О, уже темнеет. Всем стоп! Остановитесь! Сладость! Мы должны пойти туда. Я первый. Вперед, спасибо. Думаешь, там плитка фистаблс? Что за черт? Становится очень жутко. Я думаю... Плитка. Что Марк должен идти первым? Что? Смотрите, какой длинный коридор. Также, если упасть сюда, то можно умереть. Я думаю, есть ненулевая вероятность, что кто-то может быть здесь и напасть на нас. Если кто-то нападет, что будем делать? Каждый сам за себя. Да, тот, кто самый медленный, умрет. Ух ты, что это за свет? Бля, надеюсь... Привет! Мне теперь стрёмно, ребят. Мы провели остаток дня, разыскивая его, но с наступлением темноты оставалось только надеяться, что позже он не будет искать нас. И теперь, когда на улице стемнело, вот то, чего мы так долго ждали. Дайте мне большую берту. Спасибо. Большая берта, обратите внимание, что того здания не видно. Это самый мощный фонарь в мире. Тебе видно? Охуенно. Я уверен, что рыбы в океане офигевают. Лебать. Он перестал работать. Великие были, поверженные. Плюс в том, что мы смогли побаловаться самым сильным в мире фонариком. Минус в том, что теперь нам придется идти обратно в темноте. Это было не вовремя. Ночью идти здесь гораздо страшнее. На тысячу процентов. Блядь, да там нахуй. Такое ощущение, что наступил конец света, и мы выживаем. Потому что по-любому есть люди, которые проводят экскурсии. Мы снова в лагере. Да. Так их, блядь, мертолёте доставили. Я голоден. Осталось только чили. И вот, собрав последние запасы, мы берем. Завтра, если мы найдем несколько столов и семь стульев, это было бы здорово. Хуеть. Когда мы проснулись утром четвертого дня. Это курортное место. На гугл-карте можно найти его там фотки с туристами. Он просто купил эту хуйню. Ну, как купил, арендовал. Арендовал, да. Нахуй мог покупать это. А курортное место где? Где-то рядом с этим? Ну, это же не выглядит как курортное место. Ну, он, видишь, дальше вообще, вон, видишь, там что-то горят какие-то фонари вон в темноте. Кто поняли, что наши запасы уже на исходе? В нашей сумке с водой закончилась вода. Там явно где-то есть жить. Наведите камеру на крышу? Прямо вон туда. Хочу, чтобы у меня в организме было больше ста калорий, чтобы пойти туда. Чёрнее. Что значит чёрнее? Похоже, пойдёшь ты. Ему понадобится помощь, сам он всё не унесёт. Марк и Чендлер отправились в путь, чтобы забрать из ящика новые припасы. Мы с Чендлером на второстепенный водный квест. А то, кто сзади, блядь. Мы не будем бесполезны, блядь. Мне норм. Я не хочу, чтобы мы были бесполезными. Попробуем найти стол и стулья. Но не успели мы далеко уйти, как Крис отвлёкся. Мы что, не знали, что он тут стоит? Джейми! Да? Я нашёл велик. Отличный велик. Где ты его нашёл? Здесь. Это крутишь и заброшенный город на свете. Веселяешься? Хорошо. Пойду поищу столик. Ладно, пойдём. И как мы будем наливать оттуда воду? Блядь, там точно кто-то есть. Я предполагаю, что это дом. Да вон машины, смотри, на заднем фоне справа ездят в уголку. Вот? Выше. Выше, 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 выше. А вот? Да, вот она проехала, что-то машинка. Да блядь, так это выглядит как курорт, брат. Посмотри, как это выглядит красиво. Смотри, правый угол сейчас. Вот сюда? Ну, куда-то там, да. Предполагаю, что это... Да, вон машина едет. Короче, мы разоблачили мистера Беста. Дом. Окей. А что есть у людей в доме? Стало и стулья. Именно. Погоди, стой. Смотри. Не двигайся. Да. Джимми. Джимми. Это стул. Марк сильный. Помоги немного, Ча. Этот мешок с водой весит более 45 кило. И вот мой приятель Марк, будучи ученым-ютьюбером, придумал, как спустить его с крыши более эффективно. Но... Слушай, нихуй на ученый. Нихуй на приду. Вот типа 30 лямов на ютубе. Веревка порвалась. Нужно веревка попрочнее. То, что вы видите, реальность. Марк лишил нас половины воды. У нас плохие новости. Да не, легенда, легенда. Быстрее. Веревка оборвалась, и вся вода выплеснулась на землю. Это была и правда серьезная проблема. Ааа, нет. Вы издеваетесь? Марк! Да ничего. Ребята подойдут в сбалку, купят еще воды. У нас есть еще один мешок. Спустите его на руках, пожалуйста. Лишившись половины воды, единственным способом завершить это семидневное испытание, увы, было отправить двоих из нас домой домой. Бля, ну идея скидать была имба, да? Чендлер согласились покинуть город, оставив нам с Марком достаточно ресурсов на семь дней. Мне было бы страшно оставить Джимми с кем-то, кроме тебя. Блин, ну как так, Крис? Но прежде чем они уедут, мы хотели устроить последний мир всей банды. Это сморс Фистаблс. Боже мой. Волосы. Мемка. Отличная температура полу и шоколада, Джимми. Если вы пробовали Фистаблс, который раньше выглядели так, то вы их не пробовали. Наш новый рецепт намного вкуснее. Сходите в Уолмарт, попробуйте Фистаблс и расскажите мне, что вы думаете. Правда, эти намного лучше, чем прежние. Но не верьте мне на слово. Я просто работал в НАСА и... Ну, я съел свой сморс, так что я могу идти на лодку. Мы запустили сигнальную ракету, чтобы подать сигнал лодке. И это было здорово. Бро, посмотри, как круто. Она освещает весь город. Но самое неприятное, что когда Крис и Чендлер уехали... Там пиздец людей. Очень одиноко. Это первый день без друзей. Но мы хотим извлечь из ситуации максимум пользы. Наша цель на сегодня — починить убежище. Мы повесим брезент и защитим комнату от ветра. Здесь мы построим камин и нагреем его. Нихуя себе, блядь. Мы сделаем это место похожим на дом. С учетом идей, которые мы планируем, я могу остаться здесь до 14 дня. Он лжет. Мы начали исследовать соседние здания в поисках мебели для убежища. И нашли эту потрясающую полку, маленький столик, большущий ковер, а также металлическую стулу. Это не выглядит так, как мы показали. О, какой стул. Он еще целый, чувак. Бро, это кайф. Поддельный телек. Можно делать вид, что у нас есть телек. Хорошая находка. Ух ты, это так здорово. Внутренний дворик с арками. У каждого здания в этом городе есть своя индивидуальность. Что можно с этим придумать? Можно сделать систему вентиляции. Бля. В сочетании с этим. Макс, а представляешь, если они на крысу даже спят где-то? Бля, они же по-любому, сука. Да не. Не? Ну это вообще, ну это вообще хуйня полная. Если бы они еще в отель ездили спать, блядь. Ну как ездили, летали. Ну да. Получится камин. Ух ты, настоящие обои. У нас есть обои. Для чего мы их используем? Стоп, а как в момент падения воды с крыши? Камера прямо там стояла снимать место. Ну потому что тут даже можно объяснить. Типа, понял? Ну, что это прикольно. Типа, надо снять как будто спускать воду. Че? Чтобы здание стало домом, Джимми. Как будто мы пошли за продуктами, но вместо них набрали кучу мусора 30-летней давности. Дорогая, мы дома. Мы нашли все это. Теперь начнем... Бля, это так интересно. Вот так строить будочки, бля. Это как в детстве халабуду строить. Бля, это разъеб вообще. Мы уже не выживаем, Джимми. Мы процветаем. Здорово! Следующие 4 часа мы выгребали обломки из нашего убежища, из-за чего нам очень хотелось пить. Вода в этих мешках на вкус как дрянь. Поэтому мы взяли с собой бутылки Сёркул, ведь в них можно поставить картридж с ароматизатором и сделать воду вкусным. Я впервые пью из бутылки Сёркул. Восхитительные впечатления. Можно настроить интенсивность. Так что если вы уверены в себе, поставьте 9 уровень вкуса. А если вы просто слабак, то поставьте вкус 1 уровня. Я попробую 6. 6. В смысле? Потрясающий вкус. Какой вкус ты выбрал? Я выбрал фруктовый пунш. Что? А-а-а. Это типа понял, как картриджи, то есть типа там хуяк, и у тебя сладенькая водичка появляется. Это как в детстве, у тебя не было такой трубочки, ты её в молоко вставляешь и пьёшь как коктейльчик. Ну как в детстве, это мне появилось, я увидел лет 25, вот эту трубочку с шоколадной хуйней. Ведь он заряжает энергию. А что нам сейчас нужно, Джим? Бля, ты пробовал? Ты такую хуйню не пробовал? Ну, я такого в России не находил, чтобы типа вода с картриджами, блядь, этими. Блядь. С фильтрами. Я видел, короче. Подожди, это не те фильтры, где вкусом воды меняется. Там запах только, и ты как бы обманываешь свою голову, что ты пьёшь кока-колу, а по факту ты пьёшь обычную воду. Правильно? Вот это неизвестно. Понял, короче, там... Бля, я чё-то такое слышал. Эффект работает только на голову. То есть ты типа, когда как-то пьёшь или как-то типа чё-то это, создаётся эффект того, что ты пьёшь кока-колу там, типа... А так это, по факту, всё равно остаётся та же самая вода. Мотни назад. Вкус первого уровня. Я попробую шесть. Шесть. Поддержу твои шесть. Потрясающе. Ну-ка. Что? Он говорит, потрясающий вкус. Вкус. Ммм. Какой вкус ты выбрал? Я выбрал фруктовый пунш, ведь он заряжает энергией. А что нам сейчас нужно, Джимми? Энергии? Именно так. Хорошо, что сёрку... Это заменяет вкус прям. Нас выручает. И вот, набравшись сил, мы решили... Логично, что да, там же фильтр огромный стоит. Так и чё? Как? Так это пресс, что ты пьёшь воду, а то у тебя на запах, и ты как-то себя обманываешь. Нет, там чё-то есть такое, в Китае делают, я видел какую-то тему, что типа запах или чё-то такое создаётся, и ты как будто пьёшь кока-колу, а ты пьёшь обычную воду. Нет. А, блядь, он там чё, рассказывает дальше? Да. Не-не, вот я другое видос скинули, он там рассказывает, я сейчас смотрю. Я провёл восемь дней в одной камере. А, подожди, подожди, подожди. Это не, это, я не, я не, бро. Сёркл это картридж со вкусом, который накручивается на бутылку с водой, с ним обычная вода становится потрясающе вкусной. Есть более сотни различных вкусов, все без калории. он говорит, типа, потрясающе вкусный, значит, как будто это краситель. Калории и сахара. Передвигать этот штатив одно мучение. Выберите, насколько интенсивным будет вкус, а затем... Ну да, интенсивным вкусом, типа, насколько много тратится порошка этого, да, ебаного? Пейте, серьёзно, столько вкуса, даже не верится, что это вода из крана. Всё испытание, я пил фруктовый пунш, он и правда придаёт воде потрясающий вкус. Ам, я с вами сходить туда-сюда между этими стенами. У него точно. Картриджей хватает на несколько заправок, что очень хорошо, ведь парни забывают их отправлять. И иногда мне приходится использовать один картридж весь день. Если хотите пить больше воды или просто, чтобы вода стала вкусной, зайдите на сайт drinkcircle.com или в ближайший Walmart и попробуй. Просто тогда в чём смысл, если это просто, типа, какой-то порошок, ну, какой-то картридж с какой-то жидкостью, там, или чем-то, через который проходит вода, и она становится другого вкуса. Типа ароматизатор. Эта комната... А ладно, давай-то смотрим потом. Мне надо кейсы принять, сука. Ты-ка на втором мониторе принимай. Ну, хотя, да, я могу на втором мониторе. Блин, но тогда я не буду в этот... Станет самый лучший в заброшенном городе. Это наш лобок. Ну, я бы хотел попробовать, Белрофл. Посмотрим, как она выглядит. Видишь? Сколько стоит, интересно, у мистер Биста реклама? Ну, блядь. Ну, Бравал Старс у него, когда на эти игры кальмары покупали, там же был какой-то прайс, нет? Слышишь, пишу, что 17 тысяч рублей стоит в России такая бутылка. Сколько? Я все тоже не знаю. Нормально. Ну, как раз вот интеграшку сделаю, пойду все бутылки воды куплю. И на картридже не хватит денег. Просто будет обычную воду дудлится сидеть. Блядь. Видишь, все это пыль. Неужели неприятно? И теперь, когда полка чистая, мы можем класть на нее еду. Почему-то более половины нашей еды это чили. А никто здесь не любит чили. Это ряд без чили, это ряд с чили. А это ряд с фистоплс. Ну, конечно. И стол, чтобы поставить бутылки Circle. У Марка бутылка на 650 миллилитров, а эта бутылка на 950. А еще у них есть стальная бутылка с двойной изоляцией. Ее можно получить бесплатно прямо сейчас, купив 10 вкусовых картриджей. Ну и сделка. Не сделка, а бесплатно. Ладно. Она хорошо защитит от ветра. Установив новую дверь, мы повесили большой кусок брезента. Петрова поможет сохранить тепло от камина внутри убежища. Кислород поступает, огонь горит, нагревает помещение и выводит дым наружу. Да ну нахуй. Деревенская инженерия во всей красе. Наконец, после длительного холода. Хорошо. Смотри-ка. У нас тут огонь. Я чувствую, как от него исходит тепло. Мы соорудили это в разваленных заброшенного города. Так вот, перейдите на 3-40. Кирпичики ровные достали. Что? Кирпичики ровные достали. Где они взяли их? Я тоже не понимаю. Они идеально ровные. Брат, какой-то пиздеж нахуй. Ох, ну на ебали прям поставил. Сейчас сканируешь. Сканируйте QR-код на его лице, если хотите заказать Circle прямо сейчас. И вот наша комната. В углу стоит растение. У нас есть наши кровати, которые теперь меньше. Разве это не гениально? По планировке, как у чипса квартира. Бля, не, побольше. Бля, ты же понимаешь? Ты понимаешь, что скоро будет такая хуйня с едой? Бля, почему до сих пор никто не придумал? Типа, смотри, ты нюхаешь еду. Ты нюхаешь еду и ешь чисто какой-то, ну, какой-то рис, например, один. А нюхаешь, как будто ты ешь хинкальки. В рамке телевизора, разумеется, хорошее освещение, печь, которая обогревает комнату, настоящий стол со стульями и штеллаж с остатками еды, которые у нас остались. И грязное полотенце, которое мы делили. Это и есть выживание. Но спокойствие наше пятое. Бля, в чем нахуй это выживание? Я не понимаю. Это и есть выживание. Бля, Макс, они живут лучше, чем 80% моего чата, нахуй. Ты еще рофлишь, блядь? У них еды, у них еды за горой, блядь. Вы что рофлить? Я в детстве хуже жил, блядь. В квартире своей, блядь. У меня, сука, ни одной фистаблс не было, блядь. У меня шоколадки были, блядь, как тортик на день рождения, блядь. Охуеть, выживание, блядь? Звон распитывая стекла. Марк, я здесь, чел. Что это было? У нас же был такой хороший день. Я хочу посмотреть, кто наверху. Нож я ношу с собой для устрашения, но я не собираюсь его использовать. Какой красивый М9. Эй, если ты здесь, просто выйди. Я хочу с тобой дружить. Ты точно не разыгрываешь меня, бро? Клянусь тебе, это был не... Бля, он что, спитил у масляников, что ли, нахуй? М9, красивый. Что это? Бро, боже мой. Самая Марк Робертская штука, что я видел. Что это? Что, боже мой. Самая Марк Робертская штука. А что у вас с камерами, блядь? Вы не можете взять нормальные камеры, чтобы все видно было? Одна шоколадка, 5К стоит. Бра, где ты такие цены увидел вообще? Чувас, как... Ох, ох, выебать. Ух ты, блядь. Какая штука, что я видел. Что за черт? Ты поклялся? Да, оказывается, что Марк нас разыгрывал. И это он все время ронял эти бутылки. У меня есть пульт дистанционного управления, о котором никто не знает. Я могу лежать в спальнике, ранить с крыши стеклянные бутылки и всех пугать. Боже мой. Я думал, что могу доверять тебе. Бум. Марк перестал меня разыгрывать и мы переделали его устройство. Фистабл с нам. Вот, держи. Одну мне. И мне одну? Это очень круто. Прикольно. Если честно, я легко простил Марка, ведь у нас оставался один день испытания. Доброе утро! Доброе утро! Бля, они выглядят полностью нахуй... Свежими. Полностью на плюс морали, свежие, бля, как будто они спят где-то в отеле. Серьезно, у них какие у них минусы есть? Спасибо, риск. Заброшенный город! Заброшенный город! Дорова, бать. Поздравляю, что тебя приняли в Африке. Спасибо. А то сидел одинокий без сквадов, а тут такое. А ты смотрел гугл-карту, которую тебе дали? Нет, а что? Идем назад. Утро шестого дня. Все улучшения, которые мы сделали, были бесподобны. Стало минимум на 10 градусов теплее. Потрясающе. Спал прекрасно. Марк, у нас последний день. Я предлагаю повеселиться. Да ну нахуй, Макс. А что они веселятся, как мы, блядь? В них вообще веселье какое-то ебейшее вообще. Джимми, это каяк? Я знаю, что с ним делать. Каяк. Каяк. Подожди, а с кем мы этот каяк творили чудеса, помнишь? В Дубае. С гугамоле вы ездили. И с Азимом. Меня тогда не было. Дубае. Теперь тут можно плавать на каяке. Мы с Марком классно повеселились. Играли в бейсбол, в футбол. Марк даже научил меня делать блинчики. По-научному. Вот так. Мы даже кричали друг на друга с разных концов города. Да, разъем, ребят. Куратские занятия отвлекали нас от мысли о том, насколько одиноким был город. Да. И когда наступил последний день испытания, после уборки лагеря у нас в голове была только одна. Покинуть это место и никогда сюда не возвращаться. Это ровно. Посмотри нахуй, как это выглядит, блядь. Покинуть это место. Смотри, это какая-то, блядь. Не знаю, это выглядит охутительно. Да ладно. Не возвращаться. Я здесь! Я здесь! И, кстати, канал Марка на ютубе также доступен на русском языке. Обязательно зайдите на него. Вот канал. Я благодарен вам. И давайте улетим отсюда. Погнали! Кстати, в течение следующих 20 дней я раздаю по 10 тысяч в день тем, кто купит фистаблс. Попробуйте новый рецепт. Он потрясающий. Охуеть! Это час! Ну да, ролик полная хуйня на самом деле, в плане, что это вообще какое-то невыживание было.